Итак, всем привет, с вами Добэ, мы начинаем играть в Heroes of Fire N4 с модом Equestria at War за, собственно говоря, саму Эквестрию. В игре эта страна некий аналог США, у нас здесь есть очень неплохие дебафы, собственно говоря, на промышленность, на исследования, но при этом у нас неплохая промышленность, гражданская и военная в том числе, и у нас очень большие территории, то есть состроиться здесь можно капитально. Мы начинаем местный аналог демократии, это гармония, при этом у нас здесь есть сразу же, так сказать, угроза на севере, это чейнжлинги, это что-то вроде Германии, можно сказать, они повторгаются обычно в оленье, где еще могут что-то поделать, а затем начинают войну именно с нами. Также здесь есть Сталинград, тоже мелкая, небольшая коммунистическая страна, но на самом деле у нее есть потенциал стать очень большой и, в принципе, сильный, с хорошими танками. Ну а мы пойдем по пути. На данный момент просто поисследуем, возьмем ячейк исследований, начнем здесь делать оборону, и здесь есть интересный ивент на гражданскую войну, в котором можно прийти уже к другим каким-то вариантам. Есть лунные эмпери, есть дальше Селестия, и еще есть такая полускрытая механика, Селестия может перейти как раз-таки в превосходство. Это мы и попробуем сделать. Выставили мы сразу исследование, промышленность, в принципе, все дефолтное, ничего нового. Давайте перейдем поближе к гражданской войне. А вот и начало, собственно говоря, ивентов. У нас здесь есть возможность решить у нас проблему, что часть нашего населения абсолютно отстранено и гонима остальными частями. Собственно говоря, чтобы прийти к гражданской войне, нужно как раз-таки отказаться от помощи и прийти к гражданской войне. А пока у нас подходит цепочка ивентов. Параллельно на нашем материке началась гражданская война в Олении. И новая Грифония объявила войну Виржилии. Но я думаю, что новой Грифонии проблем не будет. А здесь пошли ивенты по подготовке к восстанию. Но мы будем выбирать все ивенты на максимальное... Точнее, можно сказать, на минимальные бафы для Лунной Империи, которая восстанет, поскольку мы в ней играть не будем. Кроме того, мы чуть-чуть ивенты отыграем, поздно их принимая, чтобы успеть взять себе ищу к исследованию. А потом прокачать еще в Министерстве обороны желательно, конечно. А вот и подошло оно. Собственно говоря, начинаем гражданскую войну. Возможно, кому-то интересны эти ивенты. У нас есть возможность здесь, коротки, поиграть за Луну, Селестию или Кристальную Империю. Но мне, честно говоря, не очень интересно считать их все. Мы продолжаем играть за Селестию, соответственно. И вот начало той самой гражданской войны. И я сразу уже расставил наши войска. Собственно говоря, на севере у нас не самые хорошие войска. Здесь гарнизонные. И вот эти вот войска, они обозначены как будто это элитные. Но правда в том, что наши войска обычные, намного лучше. У них, возможно, только опыта побольше. Здесь у нас основная армия. Она будет дирать вот эту часть фронта. И более элитные, потому что здесь есть пегасы. Они чуть-чуть посильнее. И есть некоторое количество танков. Попробуют прорваться вот здесь вот. И постепенно мы будем стараться закрывать фронт. Приближать его к столице, к Майнхэттену. Единственное, что здесь есть вот этот регион. Называется Вечно Дикий лес. В нем ужасно невозможно находиться. Поэтому стоит либо его захватывать крайне быстро и сразу выходить на провинции вокруг него. Либо вообще туда не соваться и просто обойти его. Поскольку здесь еще войска Лунной Империи не успели подойти, я попробую пробиться. Но скорее всего нам придется чуть-чуть подоступить. Здесь же наши войска постепенно доходят до фронта и начинают окапываться. Так, из нас выделялись еще некоторые страны. Как вы можете видеть, практически весь юг у нас потерян. Здесь тоже некоторые страны выделились. Но сразу они с нами воевать не будут. Мы сможем потом остановить их по фокусу. Ну и некоторыми войнами. В целом у нас продвинуться через лес не удалось. А значит мы с него отступаем, как вы можете видеть. Взойдем в равнительные позиции. Здесь потихонечку наступление проходит более-менее хорошо. Здесь мы также двигаемся. Но в целом пока стоит остановить фронт. Тем более, что нам побыстрее стоит закончить с магией дружбы. Так, по обновлениям с фронта. На юге мы полностью отказались от наступления в лесу. Потому что это практически невозможно. Мы вот-вот отрежем войска Лунной Империи от снабжения и ликвидируем здесь. На севере здесь переменный успех, конечно. Но в целом кое-какие контратаки у нас уже удаются. И мы после того, как покончим с войсками на юге, в принципе, сможем перейти в полное наступление на севере. А здесь уже подходят наши ивенты о военных законах. Собственно говоря, мы вводим только одобренную контролантом пропаганду. Это дает нам политическую власть. В общем-то, только плюсы. И это потихоньку будет смещать с Селестию к стрессу и к тому, что она перейдет на другую сторону. Кроме того, мы поставили себе военную экономику уже буквально только что. И повысили призыв, потому что людские ресурсы начинают потихоньку кончаться. Я думаю, что расширенного нам пока не нужно, но посмотрим. И мы поставили себя советников на политическую власть. Как вы можете видеть, это я поставил в первую очередь, потому что как только гармония пройдет, он найдет, но окопить он все успеет. Затем еще один на политическую. И, наконец, на фабрике, потому что параллельно я строю фабрики. Военные заводы, после того, как я все это воссоединю, в принципе, у нас будут... А строить нам сейчас что-то надо будет. Собственно говоря, продолжаем наступление. Вот это и произошло. Мы смогли отрезать их от путей снабжения. Здесь еще какие-то войска остаются, но, как я понимаю, они ходят там слишком долго. Ты, в принципе, почему-то и не предпринимает им никаких действий. Но на севере он давит, в принципе, неплохо. Но нам, в принципе, на это пока что без разницы. Плюс-минус, потому что все равно главное здесь ликвидировать их войска. Вот мы и добиваем последние остатки южных войск Лунной Империи. Но, говоря, понесли они уже неплохие потери. Мы в том числе. И теперь мы начнем наступление с юга. Мы, наконец, переходим в наступление и на севере, и на юге. На севере мы поменяли наши войска на шаплон получше. Теперь здесь мы можем, вполне себе, передавливать суражские войска. И у нас подходит очередной ивент. Это военное положение. Конечно же, мы его также примем. Так, фокусы мы тут неплохо прошли уже до покончить с магией дружбы. Избавились бы от большинства дебафов застой гармонии. Но очень небольшая остается. Мы вот-вот их добьем. И нам предлагают отменить магию дружбы. Собственно говоря, это мы и сделаем. Кроме того, мы сделаем гармонию. Это порядок. Что даст нам еще побольше бафов. Так мы смогли успешно пробиться на юге. И постепенно пробиваемся на севере. Единственное, что я даже чуть-чуть подзамедлилась. Возможно, чтобы еще подсобирать опыта. Плюс ивентов гражданской войны. Потихоньку войска Лунной Империи кончаются. Собственно говоря, потери тут подходят полмиллиона. У нас 200 тысяч. Кроме того, здесь, как вы можете видеть, есть Хироптера. Это небольшая страна вот здесь. Которая, как бы, так сказать, секретно поддерживает Лунную Империю. И помогает ей в разных мелочах. А у нас подходит администрация Войного Времени. И, конечно же, мы ее принимаем точно так же. И я так подозреваю, вот-вот случится ивент, которого я жду. Вот мы наконец-то зажали Лунную Империю в ее минимальные границы перед капитуляцией. Как можете видеть, вот-вот мы буквально заберем столицу и она капитулирует. А тем временем мы ждем какое-то время, чтобы поделать фокусы. Собственно говоря, хотя, возможно, мы уже и так это можем делать. И, кроме того, нам нужна другая Селестия. А вот еще один, собственно говоря, готовый фокус, военный план. Как вы можете видеть, он дает космические бонусы. 20, минус 20 ТНП. Что придет нас к нулю. То есть все наши фабрики будут работать. 5% военнообязанного населения. Но, конечно же, он и дает неплохие дебафы. Это минус 0.5 стабильность и поддержки войны в месяц. В принципе, его можно будет поддержать до того, как мы дойдем до другой Селестии. Он, тем более, поможет нам кое-как застроиться. Вот, собственно говоря, и оно. Принять огонь и ярость. Теперь мы Тейбрекер так и перевели. Я все думал, как это будет на русском красиво, так и останется. Собственно говоря, теперь у нас царство священного солнца, а не гармония. Начинаем мы финальное наступление на Лунную Империю. Теперь нам ничего ждать. У нас есть теперь ивентовый периодический фельдмаршал. Тейбрекер. Очень неплохие у нее бафы. Но нам пока он не нужен. Кроме того, я бы хотел пока докачать по возможности наших текущих генералов. А вот и Лунная Империя капитулировала. Собственно говоря, этим мы и заканчиваем нашу гражданскую войну. Так, принимаем. Войной план у нас отменяется. У нас теперь есть возможность продолжить. Во-первых, у нас будет проблема с как раз таки бэдпони. Ее нужно будет решить. Но пока мы будем двигаться по вот этим вот фокусам. Я, скорее всего, возьму правую ветку. Она мне нравится больше всего. Он дает атаку дивизии. Кроме того, дает Имперскую инквизицию с самыми хорошими бафами. Что-то вроде НКВД. Вот и сопротивление, с которым нам придется бороться. Собственно говоря, я думаю, мы сейчас возьмем этот фокус. Получим политическую власть, полезную для нас. А затем мы берем войну двух сестер. Начнем уже потихоньку восстанавливать наши утерянные территории. И затем перейдем к тому, чтобы бороться с сопротивлением. Если я правильно помню, это должно быть где-то в решениях. Возможно, нам их еще просто не дали. И вместе с тем, чтобы с ним бороться, нам нужно будет исследовать какой-то из фокусов. Но вместе с этим, я думаю, стоит как раз завершить первую серию. У нас закончилась гражданская война. Мы сейчас начнем восстанавливать наши провинции потерянные. Сталинград обязательно вернет нам наших территорий. И вот, скорее всего, больше. Кристальная империя откололась от нас после того, как мы стали дейбрейкером. Но это ничего. Мы их тоже вернем. В Чейнжинге тем временем захватились и Оленью. В Кякистане все еще продолжается гражданская война. И Новогрифония Биржили, конечно же, подчинила. Ну, а на этом я серию закончу. С вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok